Здравствуйте, коллеги, мы начинаем. Сейчас у всех будут отключены микрофоны. Дармендра, вы можете включить свой и сказать пару слов. Включите свой микрофон. Да, теперь вы можете говорить, все в порядке. Да, я здесь, могу переводить. Продолжение следует... Okay, shall we start? And very warm welcome to Vladimir Rukhinovich and his room of doctors. Андрей Борисович, can you please unmute your... Unmute? I'm unmuted. Okay, so good afternoon everybody. Can you translate every word which I say? My sound is interrupted. Дармендра, я всем отключил микрофоны, кроме вас. Okay, can you switch it on... I mean, can you switch on the... Андрей Борисович... Андрей Борисович, have turned on microphone. Okay, shall we start? Yeah. Good afternoon everybody. Всем добрый день. And very warm welcome to Vladimir Rukhinovich and his team of doctors. Сердечно приветствую команду докторов на этом мероприятии. I see a lot of beautiful faces. Вижу много прекрасных лиц. But unfortunately, due to COVID situation, we are unable to meet you personally. К сожалению, ситуация с пандемией не позволяет нам встретиться очно. But thanks to the technology that we are able to interact each other with this webinar. Но благодаря современным технологиям мы можем общаться посредством таких вебинаров. Let me introduce myself. Позвольте представиться. My name is Darmendra Raval and I'm based in Moscow and part of care group. Меня зовут Дarmendra Raval. Я базируюсь в Москве и являюсь частью care group. Let me say few words about the care group. Позвольте мне немного рассказать о том, что такое care group. We are only 33 years old. Pardon? We are only 33 years old company. Нам всего 23 года. Мы молодая компания. 33. 33. Yeah. We are the largest manufacturers of lenses based in India. We manufacture more than 3.5 million lenses per year. В год мы производим более 3.5 миллионов линз. We have various kinds of lenses, including monofocal, asphoric, multifocal, trifocal, bifocal, add-on, factic, etc. Наша линейка линз очень широкая. Она включает как монофокальные линзы, так и бифокальные, трифокальные, мультифокальные, add-on линзы, фокичные линзы и так далее. Отличительной чертой является то, что наша компания изготавливает линзы из материала собственной разработки. Кроме линз у нас есть также своя фармацевтическая компания, подразделение. Мы там производим вискоэластики, гиалурон, силиконовое масло, силиконовое масло, солевые растворы, диагностические полоски и surgical knives. А также хирургическое белье. Говоря о фокичных линзах, По всему миру их сейчас имплантировано уже более 76 тысяч. Наши линзы индивидуально изготавливаются для пациентов. Мы поставляем эти линзы более чем в 40 стран мира. Разрешите представить мистера Санджи Аргал. Он сегодня будет нашим лектором. Он ученый изобретатель фокичных линз. Он ученый изобретатель фокичных линз. Сейчас я попрошу мистера Аргала приступить к презентации, но прежде Артем скажет несколько слов о проведении вебинара. Спасибо, Дармендра. Здравствуйте, меня зовут Артем Матвеев. Я буду здесь сегодня следить за порядком. Итак, несколько простых правил, коллеги. Постарайтесь, чтобы следить за тем, чтобы ваши микрофоны во время лекции были отключены. Просто дело в том, что когда при включенном микрофоне вы начинаете что-то говорить, возможно такая история, что камера будет переключаться на вас, это будет очень мешать. Я со своей стороны буду следить, чтобы это не случилось, но все-таки постарайтесь тоже быть здесь ответственными. Также нам прислали несколько вопросов, которые мы зададим лектору в конце. Мы сделаем так, что либо в конце вы сможете это сделать онлайн, то есть с помощью своей камеры поговорить напрямую через Александра Борисовича, через переводчика, либо если у вас вопросы возникают по мере лекции, то вы можете писать их в чат. Чат есть у вас в приложении, можете не стесняться писать прямо туда, если это что-то будет возникать во время лекции. Также не переживайте, если вдруг что-то у вас со связью произойдет, вас выкинет, вы отключитесь, больше не сможете войти, но я принимаю всех, кто заходит. Ну, всяко бывает, что какие-то проблемы. Этот вебинар будет записан и выложен в открытый доступ письмо, которое вы получили при регистрации. Если там есть мой e-mail, вы можете запросить его, и это все будет вам предоставлено без всяких проблем. Поэтому можем начинать. Мистер Санджей, please start, ok? Good afternoon, everyone. Всем добрый день. This is a great honor and pleasure for me to interact all of you. Для меня большая честь и удовольствие приветствовать всех вас, взаимодействовать с вами. We are the company who broken the monopoly of the star. От имени компании We conceived the idea of posterior chamber fatigue lens in 2010. Мы переняли идею заднекамерных фокичных линз в 2010 году от компании Star. First lens implanted by one of the leading Latin American doctor in 2012. И первая наша линза была имплантирована одним из ведущих американских докторов в 2012 году. Официально мы ее выпустили в июне 2014 года. И сейчас уже более 75 тысяч таких линз имплантировано по всему миру. Мой собственный опыт и исследования These are four major concerns of any posterior chamber fatigue lens. Говорят о том, что в любом типе заднекамерных фокичных интраокулярных линз есть четыре типа проблем. First is ASC. It is our anterior subcapsular cataract. Second is intraocular pressure rise. Далее следует повышение внутриглазного давления. Leading to glaucoma. Это может привести к glaucoma. And the last is the endothelial cells density loss over the period of time. И, наконец, снижение плотности эндотелиальных клеток с течением времени. And the first three flaws are depends on preoperative measurements. Из этих четырех причин первые три явным образом зависят от предоперационного обследования. ASC occurs if the vault is low. Передняя субкапсулярная катаракта возникает, если прогиб недостаточный. And IOP elevation and the glaucoma. It is because of higher vault. It is because of higher vault. So low vault and the higher vault depends on white-to-white measurement. А это состояние прогиба, недостаточный или избыточный, зависит от результатов измерения дистанции white-to-white. As per my experience of last ten years. Мой опыт на протяжении последних десяти лет. 90% complications occurs because of some error in white-to-white measurements. Говорит о том, что 90% осложнений после операции возникает из-за ошибок измерения дистанции white-to-white. So the most important measurement of the patient is white-to-white. Таким образом, это наиболее важное предоперационное измерение. Это расстояние можно измерить при помощи различных биометров, таких как Orbscan, Pentacam или других. И даже можно измерить это расстояние при помощи обычной ручной линейки. Но хирург всегда должен себя перепроверять и поэтому необходимо сделать как минимум два измерения. Для того, чтобы избежать ошибок в измерении расстояния white-to-white. Нужно соблюдать осторожность при измерении в зоне птеригиума или, например, пигментированных зон вокруг роговицы. Иначе ваше измерение может оказаться завышенным или заниженным. Измерять всегда нужно горизонтальную дистанцию. Поскольку наши линзы предназначены для имплантации в меридиане 0-180 градусов. А дистанция white-to-white различна в разных меридианах. Вертикальная дистанция всегда больше, чем горизонтальная. И будьте внимательны, измерения всегда нужно проводить от середины лимба. Наши линзы имеют шаг в четверть миллиметра и вот этот диаметр линзы как раз зависит от результата измерения white-to-white. Можно также использовать ультразвуковую биомикроскопию для измерения расстояния от борозды до борозды, сулькуса до сулькуса. Но такого рода измерения в какой-то степени субъективны. Очень трудно судить о том, правильно или неправильно выполнено такое измерение. И по моему опыту, оптиметрист не может очень точно такое измерение выполнить. Еще одним вариантом измерения расстояния white-to-white является циркуль. Но это не первый инструмент. Его можно использовать для перепроверки, для подтверждения результата измерения на каком-нибудь другом приборе. Измерение производится лежа под местной анестезией. 90% линзы, фиккек device, остея, чумбер, are measured or dependent on white-to-white measurement by digital calibers. Pardon, end of your sentence. Once more. 90% device, whether ICL or IPCL, are implemented based on white-to-white measured by digital calibers. 90% линз в мире имплантируются на основании результатов измерений, которые получены при помощи цифрового циркуля. So, in nutshell, white-to-white must be crossed by two equipment or instruments. Как я уже говорил, это измерение нужно обязательно перепроверить каким-либо другим инструментом. Always measure horizontal. всегда измеряйте в горизонтальном меридиане. Mid-limbus to mid-limbus. И прицеливайтесь при этом на середину лимба. If it is measured outer limbus to outer limbus. If it is measured inner limbus to inner limbus. If it is measured inner limbus to inner limbus. And it may cause the undersized IPCL. Размер линзы окажется меньше, чем необходимым. В идеале это должно быть от середины лимба до середины лимба. На ультразвуковой биомикроскопии можно измерить расстояние от борозды до борозды. В выполнении этих измерений нужен очень опытный специалист. Нужно проводить измерения при помощи ультразвуковой биомикроскопии в диапазоне 20 градусов вверх и вниз. Потому что возможно ротация примерно на 20 градусов, если это торическая линза. Но для модели IPCL это всего 10 градусов, поэтому измерение необходимо в более узком диапазоне. Потому что все IPCL изготавливаются по параметрам глаза пациента. Индивидуально. На ОСИТИ хорошего качества также можно измерить дистанцию от угла до угла передней камеры. Это тоже помогает рассчитать размеры IPCL. И также можно измерить расстояние от склеральной шпоры до склеральной шпоры. Это позволяет судить о размере IPCL. Это позволяет судить о размере IPCL. И от борозды до борозды. Любой авторефрактометр также может быть использован для ручного измерения расстояния wide-to-wide. Это соответствует измерению горизонтального видимого диаметра радужки. Это называется HVID. Называется это HVID или размер радужки. Обычно во всех клиниках есть авторефрактометр. Измерение производится таким образом. Сначала эти полоски устанавливаются по краю зрачка, а потом передвигаются в сторону лимба до края радужки. Как я уже сказал, измерение дистанции wide-to-wide это самый важный параметр, который позволяет избежать большинства послеоперационных осложнений. Пожалуйста, используйте такие аппараты, как OrbScan, Sirius или авторефрактометр для того, чтобы проводить это измерение. И обязательно перепроверяйте ваши данные при помощи цифрового циркуля. Насколько я понимаю и насколько показывают данные исследований, I will master sometimes overestimate the wide-to-wide. I will master иногда может давать завышенные показатели wide-to-wide. Please be careful for teresium and pigmented area around the cornea. И обращайте внимание на pterygium и пигментированные зоны вокруг роговицы. And always measure for both eyes. Измеряйте всегда оба глаза. And difference should be less than 0.2 mm in both eyes. Разница между глазами должна быть меньше 0.2 mm. И если у пациента астигматизм больше двух диоптрий, также необходимо провести измерение в вертикальном меридиане. So this is the way to avoid any error during the wide-to-wide measurement. Вот такие вот приемы позволяют избежать ошибок в процессе измерения дистанции wide-to-wide. As I mentioned, UBM can be used, but it must be with the help of very experienced optometrist. Как я сказал, можно использовать ультразвуковую биомикроскопию, но при наличии очень опытного, квалифицированного оптометриста, проводящего это исследование. Because this is a subjective measurement of S2S. Поскольку здесь измерение дистанции от целиарной борозды до целиарной борозды производится субъективно, маркеры устанавливаются вручную. И здесь такая же зависимость, вертикальная дистанция от сулькус до сулькус всегда больше, чем горизонтальная. И если вы получаете разницу при измерениях, значит вы правильно измерили. So this is the way to use UBM to measure S2S. Таким образом, ультразвуковую биомикроскопию можно использовать для измерения дистанции от целиарной борозды до целиарной борозды. So now these are four or five documents can be used. Может быть использовано несколько измерений, несколько приборов. OrbScan, Sirius, Pentacam, even IOMaster, UBM, Digital Calipers, and ARK. Как вы видите, это OrbScan, Sirius, Pentacam, IOMaster, ультразвуковая биомикроскопия, цифровые циркули или даже обычный авторефрактометр. Please must cross-check your readings with at least two different equipment. Обязательно перепроверяйте ваши данные измерений при помощи как минимум двух разных приборов. И при расчете линзы, учтите, что размер линзы будет от 1 до 1,25 мм больше, чем горизонтальное измерение white to white. If lens is short, it may cause anterior subcapsular cataract. Если линза слишком короткая, это может иметь риск развития передней субкапсулярной катаракты. Если линза, наоборот, слишком длинная, она может вызвать закрытие угла, и у пациента будет глаукома. Это пути избежать ошибок во время измерения дистанции white to white. Пожалуйста, используйте два прибора, два вида оборудования для таких измерений. Разница между глазами должна быть не более 0,2 мм. И обращайте особое внимание на птеригиум или пигментированные зоны вокруг роговицы. Если вы будете соблюдать эти правила, шанс ошибиться будет намного ниже. Расчет размера IPCL зависит от кератометрии, глубины передней камеры, дистанции от угла до угла, центральной толщины роговицы, и дистанции от целиарной борозды до целиарной борозды. Это формула, которая позволяет рассчитать диаметр угла. 0,587 умножить на white to white, минус 0,003 умноженное на центральную толщину роговицы, минус 0,079 умноженное на минимальное значение кератометрии, плюс 10,596. Таким образом, можно рассчитать диаметр угла передней камеры. Это все формулы собственного изобретения. Когда у нас есть результаты всех этих измерений, мы можем рассчитать диаметр угла, то есть расстояние от сулькус до сулькус. Вы можете использовать диаметр угла в этом расчете или расстояние от сулькус до сулькус. Для измерения дистанции wide to wide вы также можете использовать пупилометр. Измерение диаметра скотопического зрачка позволяет избежать ошибок при имплантации, особенно у высоких миопов. Поэтому обязательно нужно измерять диаметр зрачка в скотопических условиях. Оптический диаметр наших линз 6,6 мм. Но если у пациента зрачок шире, мы можем индивидуально расширить диаметр оптики до 7,25 мм. Это позволит избежать рассеяния света и других нежелательных световых феноменов у пациентов при условиях недостаточной освещенности. Это также важное дооперационное обследование. И также имеет большое значение глубина передней камеры. Ее можно измерить любым доступным оборудованием. Но нужно учитывать, что внутренняя глубина передней камеры должна быть больше 2,8 мм. Слишком большая линза может после операции вызывать избыточный прогиб. Субъективная рефракция – это также важный параметр. А если у пациента высокая степень миопии или гиперметропии, измерение рефракции обязательно нужно проводить в условиях циклоплегии. Для того, чтобы избежать влияния аккомодации, потому что в противном случае это может привести к переоценке, к увеличению рефракционной силы. А если у пациента миопии более 15 диоптрий, и пациента обязательно нужно перепроверить при помощи циклоплегической рефракции. И то же самое важно для гиперметропических пациентов. Большое спасибо! Это наши рекомендации предоперационного обследования. Если у вас есть вопросы, буду счастлив на них ответить. Спасибо большое, мистер Аргал. Андрей Борисович, у нас тут уже есть несколько вопросов, которые прислали заранее. Я их всех скомпилировал в документ Word. Я сейчас расшарю свой экран. Там будет вопрос по-русски написан. Вы попробуйте просто переведите его на английский язык для Sanjay. Хорошо? Санжей, я буду переводить к вам вопросы. Они будут на экране в русском языке, но я буду переводить к вам. Пожалуйста. Андрей Борисович, видно? Да. So, the first question. What are your предконкурсиметченхис erreанхиси? What are your guidelines to change of lens sizing? Are there any tables or any other guidelines to orient? These are the proprietary information, sir, doctor. But if you want I can prepare that table and send to you. Это информация, в общем-то, такая, не очень широкого пользования, но если вам нужно, мы можем подготовить и вам прислать. The second question. Why, in case of normal volt, lens can rotate? In 98% there is an equation between Y2Y and S2S. В 98% случаев дистанция Y2Y и sulcus-to-sulcus одинаковые. But in 2% cases, sometimes S2S is too large than Y2Y. Но в остальных 2% расстояние от целиарной борозды до целиарной борозды больше, чем Y2Y. And this study is already available on the Internet. Это исследование уже опубликовано в интернете. So in 2% cases, sometimes there is a low volt or a high volt. И поэтому в этих вот 2% случаев прогиб бывает или недостаточным, или избыточным. А для того, чтобы избежать контакта между IPCL и собственным хрусталиком, даже в случае недостаточного размера IPCL. Мы создали уникальный такой купол на задней поверхности линзы. Для того, чтобы даже при недостаточном прогибе наша линза не касалась естественного хрусталика. И это позволяет доктору в течение следующих 2-3 недель после имплантации безопасно ее заменить, не приводя к каким-то серьезным последствиям, повреждению ткани. Okay, so the question number 3. Yeah. It is about a difference in size in eyes of different people races. For example, European or Indian people may have a different size because Asian eye usually are somewhat smaller than European. Is there any difference in sulcus to sulcus in different races? Yes. There is some differences and it depends on the ethnicity. European eyes are a bit larger than the Asian eyes. And we optimize our nomogram for Latin American eyes, European eyes, for Middle East and South Eastern countries like Japan, Korea, Singapore, Malaysia and obviously the Indian eyes. So, the clinical case, question number 4. You can see parameters of the eye, high hyperopia, right eye plus 8.25, cylinder minus 0.75 at 9 degrees. Anterior posterior axis, anterior length is 21 millimeter. Anterior chamber depth, 3.04 without pachymetry. And white to white, 12.32. Central corneal thickness, 510. And keratometry, 41.5 and 43.3. Yeah. And you can see also the left eye. Is it possible to custom-made IPCL for such a high hyperopic patient? Yeah, it is possible. We can optimize the wall based on the chamber depth. Does I need to understand the given chamber depth is the internal chamber depth or with the central thickness of the corneal? I think it is written without pachymetry. I think it is written without pachymetry. So, its corneal thickness was subtracted. Okay. So, if anything about a 3 millimeter, the high perfect lens can be done, but proper counseling of the patient is required. What are the complications may occur after the surgery? We have experience of up to plus 15 diopter lens. So, if I convert this power first in spherical equivalent and then on the lens plane, it will come around 11.5 diopter lens. If it is possible to correct these plus 15 over the vertex distance and to change the lens, which is needed for such high hypermetropia, it will be in the region of 11.5 diopter. Okay. And the fifth question. When we enter a spherical equivalent, our postoperative refraction is about plus 0.75 or plus 1. What do you think is the cause of this error? We enter for calculation a spherical equivalent, which we measured by autorefractometer, for example. And we should receive zero, but we get plus. I think we need only the manifest refraction already incorporated spherical equivalent in our nomogram. So, like for example, a patient is having a minus 6 diopter spherical lens with minus 1 diopter cylinder. So, what you will provide me? If you provide this, then this is a high myopic case. As I mentioned, it must be measured first as for cyclophagic refraction. I think the reason is that there is not a cyclophagic refraction. And therefore, there is such a mistake in determining refraction. Or there is not a stigmatism. So, instead of a sphere equivalent, there are just a sphere. Well, we are talking about this. The measurements need to be tested, to be tested, to be tested, to be tested and to be considered a cyclophagic refraction in case of high-degree amitropia. In high myopic cases, there might be almost a one-and-half diopter difference in manifest and the cyclophagic refraction. And it may cause sometime overcorrection. And now the clinical case. Surgery was performed yesterday. You see parameters. Left eye is perfectly okay. But right eye has some problem. Different distance from upper ports to horizontal marks. Why is it so? The patient is fine, but the distance is different. You see the line and you see the holes. So, the line is not parallel to the line of holes. Can you send this picture to me? So, I can enlarge and check. We sent by email maybe? We sent by email or by WhatsApp? These marks, I think, are cylinder marks. Yeah, these are the cylinder marks. So, they may be at some inclination according, in relation to axis of the lens, horizontal axis of the lens. The axis of astigmatism. Yeah, these line, these dots, these dots, these marks must be at zero to 180. And here I am seeing some misalignment. No, he says that there is some kind of misalignment. But he asks for the picture and a more detailed description. We sent it by email. Please. And also I need a patient name so I can take out all the history. Another case of lens rotation. Volt is in normal range. Central port is in normal position. But the lens is rotating, as you can see by these numbers. So, this is the volt distance. Yeah, I got the point. Maybe there are 2%. 2%. You are right. 2% cases. We can cross-check if we can measure the S2S with the help of UVM. We can also measure vertically. Нужно перепроверить, измерить дистанции вертикально, для того, чтобы повторно убедиться в том, что измерения были проведены верно. Андрей Борисович, я вот не знаю, как прислали такой вопрос. Единственные глаза, чтобы это не значило, может быть, единственный глаз. Да, я знаю. Если он или она может подключить фейки ИОЛ, то есть ли он его последний глаз? Если он или она может подключить, я могу сказать. Я думаю, что это не так, но это больше вопроса о безопасности и прогнозе. Is it not too dangerous? The eye is only one. There's no other eye, spare eye. A lot of doctors done already in past. If the patient's parameters are within the guidelines, it can be... Да, уже многие доктора такие операции выполняли. Если параметры пациента укладываются в допустимые рамки, то это вполне возможно. Нужно прислать данные пациента, и специалисты вам скажут, возможно это в данном случае или нет. And doctor is the better judge than anybody else. Конечно, доктор лучше примет решение, чем кто-нибудь другой. So, which is the minimal volt? It's, I think, 250 microns. 250 microns. So, 0.25 mm. It should be the minimum volt. Okay. Андрей Борисович, это были последние вопросы, которые прислали заранее. Также я попрошу открыть чат, если он у вас виден. Есть, да. Там тоже что-то прислали. Посмотрите, пожалуйста, вы видите эти вопросы? Так, ну, по разным расам ответили на вопросы. Есть специальные номограммы, и объективно размеры глаз у различных рас, различных национальностей немножко отличаются. Поэтому и разные размеры. So, another question. If we observe the rotation two weeks after surgery, volt is 700. What to do? Is it necessary to exchange the lens, or it is advisable to rotate it into the correct position? Rotation is more than 20 degrees. I think if it is about 20 degrees, then it can be re-aligned again, instead of explanting. Я думаю, что если порядка 20 градусов, то прежде чем пытаться эксплантировать, надо попробовать ее повернуть, поставить в правильное положение. And another suggestion from audience. If the sizing of the eyes depends on ethnicity, then in calculator, you can add this parameter, this field, that the doctor can enter their ethnicity to pick the right номограм at once. A lot of optimization will be required to do that. This is the reason all the case I check personally. Здесь не так все просто. Дело не в каких-то автоматических подсчетах. Я все сам лично проверяю, перепроверяю и рассчитываю. Another question. If we have posterior iris cyst, is it possible to implant FAKIC IOL, and what is necessary to do before the implantation? I think I will not advise if there is any cyst. Я думаю, не стоит имплантировать заднекамерный FAKIC IOL, если есть кисты в радужке. Because it may cause very irregular working. Она очень неправильно может встать, и прогиб может быть неравномерный, поэтому лучше не рисковать. И мы вернемся к вопросу номер 5, про хиперопик шифт. Рефракция, в данном случае, была циклоплежная, и цилиндр была имплементом в этой кислоте. Это было включено. It was a correctly calculated spherical equivalent with the addition of cylinder. And nevertheless, a hyperopic shift. What would you suggest? What is the reason for this? It is better if you can solar the refraction on the screen. Артем, можно рефракцию на экран вернуть? Пятый вопрос из текста. Да, секундочку. And the second reason... But there's no data on refraction. It's just stated that we aimed to zero and get plus 0.75. The post of residual. I'm looking for the before surgery, pre-op refraction. Нужна рефракция до операции. Здесь нету этих данных, к сожалению. They can send the patient name and the calculation sheet. I can write explanation. Вы можете прислать данные расчета пациента, данные заказа, и специалисты помогут вам разобраться в этом. Did you have any cases of uveitis after phytic IOL implantation? Not reported at... Нет, таких сообщений не было. What would you say? If the volt is less than 250, let's say 150, but there's no rotation of lens, patient is comfortable, what should we do? See, gradually, our natural lens, there is a rise, almost about 150 to 200 microns over the period of 20 years. Наш собственный хрусталик со временем несколько утолщается, и поэтому вот эти 150 микрон через несколько лет, 10-15 лет, могут оказаться недостаточными. So, it may cause the cataract maybe in 5 years or in 10 years. А это, в свою очередь, может привести к развитию катаракты через 5-10 лет. This is the region, the cut-off vault is 250 microns. И это как раз та самая причина, по которой мы считаем минимальным прогибом 250 в микрон. To avoid any contact between the two lines in all light conditions. Для того, чтобы избежать контакта между интерокулярной линзой и своим собственным хрусталиком при любой освещенности. Even in a natural accommodation. И с учетом также собственной естественной аккомодации. And the next question. If the vault is a normal range, but the lens has rotated, how long can we follow up the patient without explantation? I think that a couple of months we can wait. Я думаю, пару месяцев можно подождать. Otherwise, go with the next one size bigger lens. Если положение линзы не улучшается, ротация не устраняется, то нужно реимплантировать линзу, взять следующий по размеру, чуть побольше. But in that case, we must cross-check the white-to-white and the S2S if possible. Но в таком случае нам нужно все возможные параметры повторно измерить. White-to-white, sulcus-to-sulcus, все, что можно измерить и перепроверить. Does it mean that this lens should be, this lens where the vault is 150, should be explanted? Да? Такую линзу надо удалять, заменять. Срочности нет, но в принципе удалять надо. Андрей Борисович, там еще дополнение какое-то. Спасибо, спасибо. Я все прочитал, да. Так, дорогие друзья, по-моему, вопросы закончились, да? То есть, если у вас что-то еще осталось, вы можете, наверное, прислать это на e-mail. Мы попробуем это переслать позже, чтобы для вас было совершенно не осталось никаких вопросов. Так, может быть, кто-то еще хочет добавить что-то. То есть, можете включить камеру звук, попробовать поговорить, если есть вопросы. Maybe we have some live questions from the audience. Есть. Да пришел еще один вопрос. Окей, у нас есть еще один вопрос. Если линзу держится вертикально, и эта позиция будет стабиль на 1-2 месяца, вольт будет более чем 300. Вы можете сделать Ласик, чтобы корректировать эту ситуацию? Положение линзы вертикальное не предусмотрено. Линза должна стоять горизонтально. Всего момента. Если линза и abdominal болезнь, где kys comentатilation fee на верхней недофилии, то приносится к большому недополу? И если линза и будет чрезвычайно. Такая beneficия сnatача, и определеннаяility 결과 — линзий сж Wiega . Если при том, что прогиб большой, но достаточное расстояние до эндотелия, нет плотного контакта с радужкой, и в этом случае нет никаких особых неприятностей от этого избыточного прогиба. Which refraction should be used while making an order? Subjective, objective, or cycloplegic? Subjective, if patient is moderate myopic, if patient is high myopic, then cycloplegic. Если у пациента умеренная близорукость, то достаточно субъективный, а если высокая миопия, то обязательно циклоплегическая. Коллеги, может быть, еще вопросы есть? Похоже, что, наверное, ответили на все. Looks like you answered all the questions. All of it is my pleasure. There are some more. If the volt is normal, around 300-600, but the lens rotated two times, and there's no possibility to measure sulcus to sulcus, who will define the next lens size? Should it be just ordered one size more, or you will detect it personally? It depends on how much rotation is happening. If it is about 10, 20, 30 degrees, up and down, then the one size will be sufficient. If it is 10, 20, 30 градусов, то, может быть, достаточно взять следующий размер. If it is 90 degrees, then it is advisable to cross-check S to S. Надо от sulcus до sulcus как-то измерять. Yeah. And major white-to-white again, both eyes, horizon on x-axis and the y-axis, and the difference should not be more than a 0.2 million. Опять измерять white-to-white, измерять оба глаза, измерять их горизонтально и вертикально, и в обоих глазах разница не должна превышать 0.2 миллиметра. Что-то, видимо, какие-то особенности есть, надо просто разобраться. Зависит толщина от рефракции, но в центре для миопических линз это всегда будет 80 микрон. Это такая особенность, это отличие от ICL. В ICL центральная толщина порядка 150 микрон, и она увеличивается при увеличении оптической силы линзы. В ICL нет, 80 микрон в центре постоянно. Коллеги, еще вопросы? Then, how the size is dependent on refraction? Размер зависит от параметров глаза. Размер зависит от параметров глаза. So, the size of lens is also not dependent on the refraction itself, but rather on eye parameters. Yeah. In case of lens rotation and small vault, is it necessary to expand the lens as soon as possible, or can we wait until the next lens arrives? If the vaulting is about 200, 150-200 microns, then the surgeon can wait for new lenses. If the vault is very narrow, less than 100 microns, then it is advisable to expand immediately. А если прогиб очень маленький, меньше 100 микрон, то лучше сразу удалить. Which percent of lens rotation do you have in your practice, in case that every measurement is correct? Very less, total right now about 80,000 lenses. The figure was about last month figure, 76,000, but now more than 80,000 lenses have been implanted. And total 239 lenses explanted due to undersizing or oversizing. 239? Yes. По причине неправильного размера, было эксплантировано 239 линз, а имплантировано их порядка 70,000. And what about lens rotation? Yeah, the lens rotation, if the lens rotates too much, incorrect size. So, this is the reason that the lens rotation is in a wrong size. And for this reason, there were 239 lenses. That is, a very small percentage. 70,000, only 300. If after implantation there is a residual astigmatism, what can be the reason of error? And do you perform LASIK in such cases to correct this residual astigmatism? If residual is very little, then the laser can be written. Yeah, if astigmatism is a little, then the laser can be written. But cases are very very few, such kind of cases where any cylindrical residual left. Because the lens power is totally depends on the refraction given by the surgeon. And there are the mathematical formulas which calculate the power based on the manifest refraction or the refraction given by the surgeon. And our formulae, we only рассчитываем our formulae, but we put in these formulae the refraction, which the surgeon gave us the cure. So, the error is, скорее всего, in the pre-operational measurement. What happens to the liver? I have some questions on the left. Then, wait until next time, but I have no problem. Oh, another question. Any questions about yesterday's implantation? Today, one day after surgery, lens rotated by 70 degrees. Volt is 190 and refraction is plus 2 sphere and minus 7 cylinder. Two things can be here. First is the volt is low, that means the lens is undersized. Second possibility I can see there is a high profile shift it made because of upside down the lens position. But the cylinder is higher than the spherical component. Total refractive power is minus. Yeah, so just minus 7 cylinder. If he has any OCT he can check immediately the lens position inside the eye. Тут два варианта возможные. Во-первых, недостаточный volt может говорить о том, что маленький размер линзы. А вот такая вот гиперметропический сдвиг может говорить о том, что она имплантирована вверх ногами. То есть надо сделать OCT и проверить, убедиться в правильном положении линзы. потому что задняя поверхность линзы вогнутая. И на OCT это должно быть хорошо заметно если линза перевернута в глазу. If there is a high-propical shift the more chances are upside down the lens position. Об этом варианте говорит гиперметропический сдвиг. Скорее всего это из-за переворота вверх ногами. If you can send уже он отвечал, что не было у ВИИТов. Не описано. If you can send OCT picture I can tell right now. вы можете переслать изображение OCT и Sanjay может посмотреть и вам ответить. Doctor asks that they frequently encounter situations when the vault is normal but there is irritation. What is the reason and what to orient on? Is it necessary to make pupillary dilation and check for markings on the lens? The vault is around 450-500. If vault is normal then you can dilate and check the marks first. Да, нужно расширить и проверить положение меток. Прогиб действительно нормальный. And also I need to know how much rotation is there. How many degrees? should we specify which ethnicity is the patient while ordering the lens? It will be much better to avoid such complications. Да, было бы хорошо для того, чтобы избежать возможных осложнений, связанных с неправильно подобранным размером линзы. Because in Japan and in Korea, Korean eyes, they have less white-to-white, but a deeper S2S. Например, есть такая особенность у японских и корейских глаз. У них размер white-to-white меньше, но расстояние от сулькус до сулькус больше. What are your statistical data about rotation? What follow-up period is required to say that the lens is stable? Three months are enough. Three months are enough for any rotation or undersizing or oversizing. Within three months we can get the idea. If nothing happened in three months then nothing will be happened for next twenty thirty or till the cataract sets in. if for three months nothing happens to the next 20 to 30 years or until the cataract nothing will happen. If nothing have been to have the thing is looks like everyone is satisfied. Я думаю, что первоначально какие-то ситуации могут возникать, но по мере накопления опыта все эти вопросы разрешимы и устранимы. Я всегда доступен для ответа на ваши вопросы и помощи в решении ваших проблем. Я круглосуточно доступен, пожалуйста, обращайтесь. Коллеги, еще пару слов. Напоминаю вам о том, что если вы что-то упустили или подключились не вовремя, то этот вебинар был записан. Он будет выложен, скорее всего, завтра, ну, правленный, то есть именно начало лекции, конец лекции. Спасибо огромное, Кер Гру, спасибо большое, Дар Мендра, спасибо большое, Сан Джей. Было очень круто, очень хорошо. То есть берегите себя в это непростое время, ковид-19 не дремлет. Я сам переболел, надеюсь, что вы никто не пострадали от этой мерзости. Может быть, есть Дар Мендра или Сан Джей, хотите что-то добавить, или Андрей Борисович? Я перевожу. Кер Гру, thank you very much, Mr. Дар Мендра, Mr. Сан Джей, thank you. It's very cool. I hope all are very satisfied. Thank you. Thank you, Lord. Stay healthy and safe. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye. Bye.